Как можно оспорить решение общего собрания СНТ? Итак, решение общего собрания садоводческого некоммерческого товариства может быть оспорено только в судебном порядке. Исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения ответчика, статья 24.28 ГПК. Ответчикам по делу о признании решения общего собрания недействительным будет СНТ. Исковое заявление может быть подано в письменном виде или электронной форме на сайте суда, если есть такая техническая возможность. Ссылка на закон. Как оспорить в суде решение общего собрания членов СНТ? Оспорить в суде решение общего собрания членов СНТ могут. Первое. Члены СНТ, не принимавшие участие в общем собрании или голосовавшие против принятия соответствующего решения. Второе. Участник собрания, член товарищества или собственник участка, который не является членом товарищества. Голосовавшие за принятие решения или воздержавшись от такого голосования. В случае, если его вылезли ление при голосовании было нарушено. 3. Собственники-правобладатели земельных участков, расположенных на территории СНТ, не являющиеся членами товарищества, если решение общего собрания влечет для них гражданские правовые последствия Итак, исковое заявление может быть подано как одним истцом, так и несколькими В случае подачи иска несколькими истцами, соучастниками, могут поручить введение дела одному или нескольким соучастникам Для этого надо оформить нотариальную доверенность Перед обращением в суд необходимо уведомить членов СНТ о намерении подать исковое заявление о признании решения общего собрания членов СНТ недействительным, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу Уведомление должно быть заблаговременным и оформлено в письменной форме Уведомление может разместить на доске объявление на территории товарищества или направить заказным письмом в адрес председателя с просьбой оповестить членов товарищества Члены СНТ вправе присоединиться к указанному иску При этом, не присоединившиеся члены СНТ, в том числе имеющие иные основания для оспаривания решения общего собрания, утрачу право на обращение в суд с аналогичными исками За исключением случаев, когда суд признает причины такого неприсоединения уважительными Ссылка на норму закона Друзья, если было полезно, давайте поставим лайк, это поможет продвижению канала И не забудьте подписаться на юриста по недвижимости Субтитры создавал DimaTorzok